ПЕСНЯ 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 К 18 веку под скипедром Гавзбургского дома объединились земли будущей Австрийской империи. Ядро государства составили немецкие области Верхней и Нижней Австрии, юго-западные земли Швабии, а также Штирия, Каринтия, Крайна, Чехия, Силезия, Моравия, Венгрия, Словакия, Хорватия и территории Северной Италии. Гавзбурги также были императорами Священной Римской империи Германской нации, причем с 1438 года неизменными. Во время власти императора Карла VI, правившего с 1711 по 1740 годы, прервалось наследование по мужской линии. Однако в предвидении этой ситуации в 1713 году Карл VI принял прагматическую санкцию, по которой он определил порядок наследования земель по женской линии и неделимость территории австрийских гавзбургов. Восприемницей престола стала его старшая дочь Мария Терезия, родившаяся 13 мая 1717 года. Но права правительницы зависели от того, удастся ли ей заставить европейских государей принять прагматическую санкцию, а также с мечом в руках отстоять неделимость своих территорий и право управлять ими. В наследство от отца 23-летняя Мария Терезия унаследовала государство полное запущенных, неразрешенных проблем. Вдруг выяснилось, что у правительницы, по ее же словам, нет ни денег, ни солдат, ни советников. В то же время территориям Марии Терезии угрожал воинственный прусский король Фридрих II Гогенсолерн, поспешивший в 1740 году захватить Силезию, экономически развитую область гавзбургской монархии. Кроме того, на гавзбургские земли претендовали курфюрст Баварии Карл Альбрехт Виттельсбах и курфюрст Саксонии. За спиной антигавзбургской коалиции стоял давний враг Австрии, Франция. История этого царствования представляет пример того, как слабой женщине удалось защитить свое государство, отстранить от руля управления мужа, а затем сына, дать новую жизнь угасающему династическому древу, произведя на свет 16 отпрысков, и произвести радикальные государственные изменения, которые позднее позволили возвести Австрию в ранг великой державы. Мужем ее стал Франц Стефан Лотаринский, человек, не обладавший ни политическими талантами, ни честолюбием. Брак этот был неравным, поскольку кровь лотаринских герцогов хоть и была королевской, но уступала габсбургской. С детских лет Франц Стефан жил при австрийском дворе на малопочтенных правах дальнего родственника, и изначально был небогат. Хотя император Карл VI относился к нему с поистине отцовской привязанностью, но Франц Стефан не чувствовал себя ни сильным, ни самостоятельным, отправляясь под венец с императорской дочерью. Однако брак этот стал приятным и успешным. В июне 1741 года Мария Терезия короновалась в Пресбурге, это современная Братислава, в качестве короля, именно так, в Венгрии. Это было сделано с умыслом. Таким образом, австрийская эрцгерцогиня заявляла о своем намерении вступить в права наследования. Франц Стефан в этот день не был объявлен даже ее соправителем, что лишний раз доказывало, его услуги Габсбургскому дому нужны лишь в деле продолжения рода. Впрочем, эта проблема была уже успешно решена. В марте 1741 года на свет появился принц Иосиф. Между тем, в Европе с 1740 года шла война за австрийское наследство, точнее, серия войн, имевших целью передел сфер влияния в Центральной Европе. Мария Терезия оказалась в сложной ситуации. Кроме внешних угроз, она не могла рассчитывать на лояльность всех своих подданных, в том числе в Венгрии. Молодая королева обращалась к венгерским дворянам на заседаниях Сейма Сословного Собрания с младенцем-наследником на руках и сумела завоевать их поддержку. Однако они не применули получить от Марии Терезии подтверждение своих мадьярских полномочий. 18 октября 1748 года в западно-германском Аахене был подписан мирный договор, завершивший войну за австрийское наследство. Для Австрии он был двойственным. Она потеряла ряд экономически важных территорий, таких как Силезия. Однако Марии Терезии удалось отстоять неделимость своих владений и свое наследование по женской линии, а за своим супругом закрепить престол Священной Римской империи Германской нации. Мария Терезия так и не возложила императорские короны на свою голову. Оставаясь королевой Богемии, Венгрии, австрийской герцогини, марграфиней Моравии и прочее-прочее. Однако в официальной переписке европейские дворы стали именовать ее императрицей. И этот титул как-то сам собой закрепился за этой выдающейся правительницей. Война за австрийское наследство показала, сколь немощна в экономическом плане была Габсбургская держава, как устарела ее политическая организация. Мария Терезия осознала необходимость реформ. Они и стали основным содержанием ее 40-летнего правления. Действовала она в духе входившего тогда в моду просвещенного абсолютизма, хотя сама так никогда не характеризовала свою политику. Начало изменениям положила военная реформа, которая ввела в австрийских землях профессиональное офицерство и регулярную армию. Дальнейшие изменения пролегали в экономической и административной сферах. Была уменьшена власть дворянства, дворянские земли облагались налогом, а также вводился государственный институт сборщиков податей. Административные реформы Марии Терезии заключались в централизации, в уменьшении прав сословных собраний отдельных королевств и земель Габсбургской монархии и в формировании обширного чиновничьего аппарата, при складывании которого сословные привилегии были сняты. С 1774-1777 годов начальное образование в Габсбургской монархии было объявлено обязательным. Мария Терезия разделяла возникший в эпоху просвещения новый взгляд на власть, который гласил, что государь правит не для собственного удовольствия, а исполняя долг перед своей страной. Так она наставляла свою дочь Марию Антуанетту, французскую королеву и супругу Людовика XVI. Ваша задача исполнена глубочайшей ответственностью, поскольку мы существуем не только для себя и не для собственного развлечения. Деятельность этой выдающейся правительницы вызывала уважение современников. Узнав о смерти Марии Терезии в 1780 году, ее постоянный внешнеполитический противник Фридрих II Великий, король прусский, сказал, «Она делала честь своему трону и своей семье. Я воевал с ней, но никогда не был ее врагом». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok